Итак, дорогие друзья, здравствуйте, с вами Валерий Буфтин. Мы с вами закончили сейчас часть с фолловерами, но эту часть вы будете делать сами. То есть я вам дал правильный код, мы с вами добросовестно прописывали представление, прописывали URL и добили всего. А в домашнем задании вам надо будет разъяснить все шаблоны. Я рассказал длительное домашнее задание в уроке, показал, что разъяснить. Значит, объясняю. Помните, я вначале вам говорил, что ведите два проекта. Главное здесь разобраться в шаблонах. Если вы слушали меня, то труда у вас не возникнет, потому что трумбайль, там все эти вещи, мы все это разбирали. То есть, по сути дела, для вас надо сейчас, это как бы самопроверка будет, да. Во-первых, мы с вами написали всех пользователей, но сейчас у меня их только два, и тут я, и тут я, ну, что было под рукой-то поставил, да, вот сюда. Далее мы с вами обеспечили, что переходилось на страницу пользователя. Дизайн, вы тоже в домашнем задании делаете, вот эта фотография, а вот это новости, которые я добавлял. Вам надо будет, во-первых, я ранее говорил, у пользователей сделать погенацию, как-то разместить их каким-то образом по-своему, потому что, допустим, вы же не разместите тысячу пользователей там на одной странице, поэтому это домашнее задание раз. Далее, код весь работает, но, опять же, домашнее задание сделать погенацию, то есть, понять, сколько вы будете записи размещать пользователей, 4, 5, остальные как-то. Общайтесь в группе. Далее, мы написали, чтобы подписка была. Проверяем, меняются циферки, фолов, онфолов. То есть, просто мы еще не дописали, в следующих пару курсах мы с вами допишем ленту. Вот человек подписался, и ему на ленту будет приходить, какие записи добавил этот пользователь, да, то есть, будем это все сохранять в редисе. Как вы с вами говорили, это сейчас приложение контента, а вы можете там добавить URL, у вас будет целая соцсеть, музыку и так далее, и так далее. Так, что еще, то есть, записи у нас есть, вот сама запись, нравится, не нравится, мы ранее писали, тоже должны бы вы делать дизайн. И, если пользователи редактировать, это мы ранее делали, в общем, грубо говоря, вот так. Работы вам хватит, ребята. Я говорю, что работы я вам оставил очень большой кусок, потому что моя основная задача была показать функционально, чтобы оно в коде работало правильно. А дальше вы уже дорабатываете. Так что, я думаю, все получится. Итак, для тех, кто начал джанго с этого урока, то начинать надо с сайта spb.letut.ru, ссылки на все сайты в описании видео. Спасибо за доверие, все получится.